Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Челси и продолжаем набирать очки или не набирать в чемпионате. У нас сейчас идет нешуточная борьба с Манчестер Сити, мы делим с ними первое место, у нас по 35 очков, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Вестхэм Юнайтед, они все дышат нам в спину и любая ошибка может конечно лишить нас выигрышных мест. Сегодня у нас ребят матч против Лестер Сити, а также матч против Уотфорда, это два таких неприятных соперника, они я думаю будут биться и те и другие. У нас как обычно половина состава сегодня очень сильно уставшая, Вернер, Виллиан, Кристенсен, Алонса, Ковачич, Пагбас, Пеликует, Канте, в общем второй состав можно сказать у нас сегодня весь отдыхает и вот такой вот стартовый состав я выбрал на эту игру. Скоро у нас вроде как трансферное окно, давайте посмотрим у нас по календарю, да уже вот-вот она откроется и уже будем с вами решать, кого стоит купить, кого стоит продать, большинство предлагает все-таки продать Рюдигера, мне честно скажу он тоже не очень нравится, ну не каждый игрок нравится так скажем каждому человеку, который за него играет. Кому-то может быть нравится Рюдигер лично, мне он не заходит. Я подобрал здесь пару-тройку трансферов, которых предлагали, так что у нас по поводу центральных защитников. По поводу Милитау, вот им кстати говоря вроде как Челси даже в жизни интересуется, он может сыграть как правого, так и центрального защитника, в принципе неплохой рост, но опять-таки 20 лет, но при этом уровень защиты высокий, это неплохо. Также ходят слухи по поводу Иска и Асенсиона, это все в рамках Эдена Азара в Мадридский Реал, и также предлагали Ким Пэмбе из ПСЖ, в принципе тоже интересный вариант, 189 рост, уровень атаки и защиты высокий, и это неплохой вариант, если мы продадим Рюдигера. Так что посмотрим, ребята, посмотрим. Сейчас у нас два матча чемпионата, которые хотелось бы конечно же выиграть, так что усаживайтесь, ребят, поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, не забывайте писать комментарии, лучшие из них попадут в следующий выпуск, ну и погнали на игру против Лестер Сити. Сейчас, когда команда устала, у нас не в каждом матче получается показывать хорошую игру, как это было на старте сезона, тогда у нас, можно сказать, все были такие окрыленные, неслись вперед, забивали по большому количеству мячей, Ну а сейчас как-то вот, когда матчи очень часто, и кубки различные, и в чемпионате игры довольно часто стали проходить, везде нужно выкладываться по максимуму, везде нужно стараться показывать хороший футбол и набирать очки, пока-пока не все удачно. Но, посмотрим, как получится сыграть сейчас, мы играем дома, мы играем против Лестер Сити, которые тоже идут там в погоне за, так скажем, кубковыми местами, вот сейчас неплохо, передача на Дембеле и Альвара Марата, уже набирает скорость, он здесь один Марата, почему ты не ударил в касание? Отлично, и туда на Азара, и Азар, отлично, все было здорово разыграно, но Эмерсон не почувствовал, что Азар сможет сделать эту передачу, и, к сожалению, пробил не очень сильно, Давид Луис, не пускает соперника, передача на Эмерсона, вот сейчас очень даже неплохо, Эмерсон, подача, и прям с головы Баркли мяч сняли, А здесь Дембеле как-то коряво подставил ногу, но забил мяч, ребята, это очень важный гол, я думаю, сейчас станет полегче, потому что создавали мы все 23 минуты эти моменты, ну и как-то не получалось, а здесь защитник не смог вынести далеко мяч, и Дембеле вот так вот черканул как-то мяч в дальний угол, прямо перед головой защитника, и, кстати говоря, голкипер немножко пощупал мяч, но спасти Лестер не сумел, дальний удар поворотом, но Кепа, мне кажется, был готов, очень спокойно, он стоял и наблюдал за тем, как летит мяч, проводить атаки, сейчас опасно, Рюдигер длиннющую ногу подставил, тут же мяч сопернику отдал, удар поворотом Кепа в игре, пошла подача, удар еще один поворотом, и это было опасно, Лестер в атаке, подача на дальнюю, и просто повезло, что соперник не добрался до этого мяча, там он совершенно один был, он как-то после забитого, по-моему, легче стал не нам, а Лестеру, У нас уже весь состав уставший, и, честно, даже ума не приложу, кем можно кого поменять, потому как на замене тоже ребята довольно вымотанные Удар поворотом рядом со штангой И снова Лестер в атаке, такое чувство, что сил у них побольше Здесь Маркус Алонсо выигрывает вверх, хорошо Эден Азар разгоняет атаку Поль Погба забегает в центре, а здесь передача на Дембеле, Поль Погба, ну же Поль Погба выходит и забивает Пусть и не с первой попытки, но вот теперь точно станет легче, и Дембеле сделал классную скидку Шикарный пас пошел Сначала на Дембеле, и здесь Погба молодец, пусть и не с первого раза, но Смог, смог поразить ворота, седьмой мяч, шестьдесят седьмая минута и два ноль Ну а вот и ответ Лестера, и просто пушечный выстрел по воротам Кепы И ребята два один, очень быстро Лестер отыгрывает один мяч Отличная стеночка, и наши защитники просто не успевали за всеми этими передачами Посмотрим еще раз, вот здесь классно, смотрите Ну и Рюдигер снова не догоняет своего оппонента Давид Луис не дорабатывает, и два один Отлично Марата Поль Погба И на дальней бровке Деназар, ну уже Азарчик И спасает вратарь, и передача-то от поля Погба была шикарная Удар Повара И сейчас кто-то наверняка вспомнил Чемпионат мира, как Повар Забивал примерно с этой же позиции И здесь очень неплохо пробил, но снова Галкипер спасает И вот сейчас на Дембеле, здорово, ну же Дембеле Забивай третий Третий есть Это Дембеле Делай дубль, ребята Делай дубль на 84-й минуте И вот теперь точно становится полегче Марата Играет на Азара Но уже силу Азара просто нет бежать вперед У нас все нападение очень сильно устало Мы все замены кинули больше в центр поля И оборону Ну и вот сейчас Лестер несется на последний штурм Подача И Кепа пропускает И по-моему даже между ног И повезло, повезло, что мы забили третий, ребята Ну такие команды, как Лестер, они не играют, видимо, ну в каких-то кубках Возможно, они уже везде повылетали Про Лигу Европы, Лигу Чемпионов я молчу И да, Кепа между ног получает Это, конечно, не его ошибка Он мне сразу напомнил Типа Куртуа, который любитель пропускать вот так вот в ближний угол У самой штанги между ног Манчестер Сити, как и мы, свой матч выиграл Манчестер Юнайтед пока что не играл И сейчас нас ждет встреча с Уотфордом Давайте посмотрим У нас предложение на пост тренера Финляндии Да нет, спасибо, ребята Я сначала подумал, что сборная Франции Это было бы интересно Но нет, ребята Все, мы это отклоняем Было бы интересно за сборную Франции поиграть в карьере Монако Там Тириан Ри мог бы стать и тренером сборной Франции Показывают нам кандидата на включение в команду Года Это Ракитич, Дебрюйне Это Неймар и Давид Силова Ну и давайте смотреть, что у нас по составу На матч против Уотфорда Мы играем уже в гостях И у хозяев черно-желтое Ну, желтую я здесь выбирать точно не буду Сыграем в синий Давайте смотреть Давайте смотреть, ребята У нас многие отдохнули Так что сегодня выйдут именно они Давайте Кристенсен вместо Рюдигера Ковачич может выйти вместо Жоржиньо У нас есть еще Канте Хотя вот, давайте Канте Вместо Лофтуса Чика Вместо Баркли у нас выйдет Ну, пускай выйдет Пагба А Спиликуэта у нас выйдет вместо Давида Луиза Вот так вот их поменяем местами Алонсо выйдет вместо Эмерсона Азар отдохнет еще Так, так, так Давайте вот сюда И возьмем с собой еще Хадсона Адой Вместо Рюдигера Ну и, в общем, вот такой вот составчик У нас, ребята, отправляется на игру Ну и Надеюсь, у нас получится выиграть Сейчас любой матч в чемпионате У нас получается довольно интересным И нет такого, что мы колотим По пять голов в каждой встрече Нет никаких атак на наши ворота Действительно, очень интересная Получается карьера с множеством Забитых голов Как в одни ворота, так и в другие И вот эта вот гонка в чемпионате Тоже добавляет интереса Ну и сейчас мы приехали в гости к Уотфорду Посмотрим, как у нас получится играть Против этой команды На угловой Поль Погба Бьет головой И Здесь уже защита Уотфорда на месте Снова Поль Погба Хороший удар, но Не попадает Француз В дальний угол Неплохо корпус развернул, но Не залетел мяч в ворота Погба Конте Вернар И спасает вратарь Уотфорда Ну еще скажите, что здесь не угловой Ну же Вернар Отскочил к нему мяч После не совсем понятного удара Поль Погба Но он Забивает И выводит нашу команду вперед Вот так вот, немножко корявенько Но Мы смогли выйти вперед на 23-й минуте Недоволен, конечно, Галкипер Уотфорда Вот здесь Погба бил Но в итоге мяч отскочил к Вернеру И он с шведкой Шарахнул по центру 0-1 Увидел где-то нарушение правил Арбитр на фланге Мол, Маркус Алонсо сфалил Не знаю, что он там разглядел Подача Кепа А это не нарушение Ну молодец Хотя бы здесь Арбитр свистнул Против Галкипера Так играть точно нельзя Поль Погба Вернер И вот здесь Маркус Алонсо Набирает скорость Хорошо его Отпустил соперник А это кто? Это, ребята, Ковачич Забивает второй мяч Все это происходит в первом тайме Здесь Маркус Алонсо Не пожадничал Сыграл наверняка Он видел забегание Ковачича И здесь Ну Галкипер просто Даже не рыпнулся Его расстреливали В упор Манчестер Сити И Манчестер Юнайтед В своих матчах Пока что играют 1-1 Но не будем На это сейчас Обращать внимание Конечно, это хорошо Если они потеряют очки В своих матчах Но нам сначала нужно выиграть Свою игру Сейчас Эден Азар Влетел в штрафную Вернер Вот здесь все спокойно Было разыграно И Тимо Вернер Забивает Еще один мяч В этой встрече 0-3 И он показывает Что он в хорошей форме Отжимается на кулачках Ну и Азар Ложный замах Выждал паузу И Вернер Посмотрите, как развернулся И пробил Восьмой гол Тимо Вернера 0-3 Против Уотфорда Ну и вот она Игра Челси Хотя бы Сегодняшней встрече Она Можно сказать Возвращается И мы пока ничего Не позволяем Сделать сопернику Удар поворотом И Кепа Спасает Но нужно ему тоже Исправляться Не все матчи Он В этом сезоне Проводит Убедительно Многие в комментариях Предлагают его продать Ну а многие Также верят И поддерживают Снова атака И здесь Кепа молодцом Ну так нельзя Ну арбитр Просто за шкирку Схватили Маркуса Алонса Я понимаю Конечно Досадно Что вы проигрываете Проигрываете у себя Дома Но зачем Вот так вот грубо Пошла подача Но здесь уже К моменту передач Никого из партнеров Не было Ампаду В центре поля Набирает скорость И вот сейчас Передача на Вернера Ну же И Вернер Чуть-чуть не успевает Ну и все ребят Матч закончен Это победа Со счетом 0-3 Я надеюсь Серия вам понравилась В следующей серии Мы узнаем Как сыграли соперники И посмотрим на турнирную таблицу Ну а с вами был Локи Огромное спасибо За просмотр и поддержку Увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры